Оля, добрый день. Добрый вечер уже у нас. Добрый вечер, хорошо. Как Крым, как погода? Ой, отлично. Уже дожди прошли, стало жарко, поэтому лето в полном разгаре. Курортный сезон. Купалась уже? Нет еще. Мы планируем на День России, может быть, попасть в Судак. И начать курортный сезон. Как настроение? Хорошо, отлично. Слушай, наверное, директора компании «Алвита» так и должны выглядеть. Нарядно, весело, харизматично. Счастливые, успешные. Слушай, скажи мне, я задаю этот вопрос абсолютно всем. Ну такое количество громадной компаний, ну столько предложений, ну один другого лучше. Как ты доверилась? Как ты вообще оказалась в «Алвита»? Да, вот смотри, я побывала в одном проекте, да. Для меня важно было, чтобы это был такой честный и легальный проект, где не нужно впихивать в кому-то ненужный им продукт, и при этом рассказывать, какой он шикарный, замечательный. И я такой человек, который хочу, чтобы контролировать то, что делаю я сама, чтобы все зависело только от меня. А сеть, ты как бы людей привлекаешь и несешь за них ответственность. И я не могу в голову у каждого человека заглянуть и не буду знать, как он будет дальше работать. Я вроде бы пытаюсь помочь, но от меня не зависит дальнейшее, как бы, как человек себя поведет дальше. Будет ли он в этом бизнесе, будет ли он работать, захочет ли он. Как правило, люди походят, помыкаются, помыкаются и уходят. И вот меня вот это не устраивает. А в своем проекте я увидела, что тут 100% результата зависит только от меня. То есть как я сработаю, так я и буду, как говорится, себя спучивать дальше. Но тут же нет пассивного дохода. Так не кажется ли тебе, что лучше найти... Я решила для тебя, что пассивный доход, это, наверное, не для меня. Не смогу я надеяться на что-то и пассивно зарабатывать. Я, наверное, приверженец активного дохода. То есть сама работаю, сама зарабатываю. Я знаю, что сколько... Как я буду работать, так я и буду зарабатывать. Я, наверное, такой человек. Для меня вот это больше походило. Олечка, скажи, каждый кулик хвалит свое болото. И каждый краснобай рассказывает, что его проект... Ну вот, но это самое лучшее. Что лучше его проекта нет. Что все остальное это хлам, а вот у нас последний крик моды. Вот было что-то, что-то одно, что вот действительно тебя зацепило. Вот так, знаешь, ну прям за душу взял, ты сказал, да, это мое, я здесь, я хочу работать. Да. Меня взяло то, что, во-первых, я не должна бегать с каким-то продуктом. Это самое важное. И второе, что я могу помочь людям. Вот, наверное, вот это основополагающее. Потому что, как бы, зарабатывать деньги и при этом еще помогать кому-то, ну, это... Это то, что ты искала, то, что ты хотела? Да, 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 похоже, да. Оля, скажи, у тебя есть мечта? Мечта? Да, есть. Это секрет, военная тайна? Я хочу... Да нет, не секрет. Я хочу обеспечить своей дочери, как бы, ну, более-менее нормальное существование. Ты думаешь, с этим проектом Алвита это случится, это поможет? Ты уверен? Думаю, да. Я надеюсь, что это будет так. Ну, и причем не только. Мы хотим с мужем путешествовать. Хотим вообще нормальное существование. Тебе... Как и все человеческие, как говорится, потребности. Как у всех. И мечты, и желания. Какая первая страна будет, которую ты посетишь, когда заработаешь достаточные деньги в проекте Алвита? Знаешь так, мы еще не весь Крым объездили. У меня большая мечта, вот, во всех уголках Крыма сначала побывать. А потом уже по всему миру. Ясно. То есть, сначала с родиной познакомить. Это твоя родина? Да, я коренная крымчанка. Мы любим свой край, им гордимся. На всех углах кричим, что мы из Крыма. И поэтому для меня важно побывать именно в каждом уголке. Ну, слушай, замечательно. Действительно замечательно. Хорошие цели и хорошие планы. Твое видео сейчас будут смотреть, ну, очень много людей. Что бы ты хотела пожелать людям, которые еще раздумывают, гадают, вступать в проект, не вступать? Или вообще каким образом выбрать себе компанию по душе? Что для людей, какой бы ты совет этим людям дала? Ну, наверное, все-таки взвесить все за и против. И понять, действительно, чего они хотят в жизни. И самое основополагающее, что вот этим проектом они могут помочь еще кому-то. Осознать именно вот этот, вот это вот, как бы, изюминство. Что этот проект поможет не только тебе, а поможет еще и кому-то. Я тебя понял. Печится, да. Я тебя понял. Каждое свое видео я заканчиваю словами, что время – деньги. Мы, директора, знаем стоимость времени, о том, что оно бесценно. Поэтому я желаю тебе только успехов. Я желаю, чтобы твоя мечта, она стала реальностью действительно в проекте Alvita. Я верю, мне внутреннее чутье, внутренний голос подсказывает, что ты действительно добьешься. Ты целеустремленный человек. И когда будешь путешествовать по Крыму, когда ты будешь в самых отдаленных и неизведанных уголках, обязательно запасись камерой, фотоаппаратом и обязательно все это фиксируй. Делись с нами. Мы с радостью будем твои репортажи выставлять, в том числе на нашем канале. Удачи тебе, удачи твоей семье. И ждем тебя в очередном статусе. Хорошо, договорились. Все, пока. Пока.